Девушки отдыхают 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 И вот в той церкви, видно, да, в той церкви идет тоже еще один проход прямой. Ну, это только предварительные данные. Я думаю, что через определенное время мы отработаем более конкретные данные, и будет все понятно. Работа еще, я думаю, на полдня, а завтра еще немножко, может, полтора метров на интернете поработает. Так что смотрим, не переключаемся. Временный перерыв, дождик идет. Вот, братва, отдыхай, Андрюх. Успокойся. Через пять минут продолжим. Работа трехметровыми антеннами по подземным помещениям, находящимся на глубине шести метров. Которые хорошо читаемы. Да. В общем, дождь прошел. Все, масло съели. Масло съели. Сейчас вот продолжили работу, мокро немного. Мне на помощь пришел Слава. Самому очень тяжело тянуть. Хорошо, что есть помощники. В общем, продолжаем работу. Поднимаем, Леша. Нет, Слава поднимает. Там Слава поднимает. Привет. Второй день поиска. Сегодня будем исследовать. Вот, сзади у меня находится небольшая площадь. Будем применять метровые антенны. Наша задача обнаружить непосредственно фундаменты старого здания. Вот, сзади территория у меня. В общем, поработаем. Какой-то часок, я думаю, часа за два-три мы должны справиться. Андрюха подготавливает уже непосредственно оборудование. В общем, работы на сегодняшний день у нас полно. Это площадь, я так понимаю, еще что-то будет, наверное. Можем предпередать, если хотите. Не хотим, да? Хорошо. Здесь весь сундук так 50 на 50. Ем сундук, а нам все, что у него вложить. 50 на 50? Вам сундук, а нам сундук. Пацаны, как скажете? Нам сундук, а вам все, что у двух сундук. Данный уровень 12,5 метров. Вот мы видим, что материк у нас где-то на 4-5 метрах, лежит в 6. Здесь вот есть слои грунта, которые видно. Там вот у нас... Девчонки, такой прекрасный город Нежин. Тут работать и работать. Честно говорю. Так что практически ни одни археологические доследжения в Нежине. Да, тут вообще ничего не провалыв. Поэтому учитесь, помогайте, приступайте к практике. Работа закончена. За 3 часа где-то 4 справились. Я тоже скажу, что тут экспертом не нужно быть. Соответственно, тут визуально видно, что по территории полностью находятся просадки. Вот можно посмотреть. Не знаю, видно будет или не видно. Есть очень большие, большие-большие вот ямы. По всему городу практически центральная часть. Именно в таких вот ямах. Вот тоже очередная яма. Дальше яма. Вот трещины идут. В общем, тут все очень серьезно. Приветствую, друзья. Месяц спустя мы были в городе Нежине. Сейчас через месяц снова вернулись в город Нежин. Будем проводить съемку георадарную более детально. В прошлый раз мы использовали трехметровые антенны на этой площади. Сегодня будем использовать полтора метровые антенны. Для более лучшей детализации. Потому что трехметровые антенны они прорисовали, но не так четко. Сейчас будем делать разметку. Вот этой площади полностью все сделаем. Разобьем на четыре квадрата, точнее 50 на 50. И получится у нас вот такая вот площадь квадратами по 50 на 50. Соответственно, один маленький квадратик будет у нас. Сзади вот у меня находится. Уже мы разметку сделали. Сейчас покажу. Квадратчик получился 17 на 6. И дальше будем разбивать более большие квадраты. Смотрим, не переключаемся. Будет интересно. Вот предварительная съемочка. Видим мы на монохроме. Вот как по мне, вот это находятся объекты. Раз, вот. Очень-очень красиво прорисовало. Сейчас посмотрим на результаты проделанной работы. Данные мы обрабатываем в двух программах. Это Крот и Вокслер. Каждая программа имеет свои преимущества. Ну, я, соответственно, открою и Вокслер, потому что эта программа для меня более подходящая. Так, открываем первую площадку. Первая площадка у нас где-то была сделана 18 метров на 4 метра. Вот с левой стороны мы видим фильтра, который я сейчас постепенно буду включать. Я сейчас здесь все уже настроил. Включаем первый фильтр. Скатерплод. Вот как мы видим. Фильтр нам показывает, что на первых метрах мы видим какую-то аномалию. Сейчас второй фильтр включу. Вот здесь он более четко прорисовал. На первых метрах мы видим аномальную зону. Включаем следующий фильтр. Нет, этот пока отключу. Вот этот фильтр. Вот он объединил нашу аномалию. Вот эти сейчас я отключу. Вот как мы видим, видите, здесь какая-то аномальная зона. Вот еще так вот можно включить. Так, включаем еще один фильтр. Это срез можно сейчас будет сделать. Сейчас я вот это все отключу. И сейчас с нуля начнем двигать в самый низ. Вот сейчас мы выставляем в верхнюю точку. И постепенно начинаем опускать. Вот мы видим, что начинается прорисовка аномалии. Для более лучшей детализации, конечно, можно было бы сделать площадку более обширную. Сдвинуться еще вправо на метров, наверное, 8-9. И было бы более читабельно. Но условия нам тогда это сделать не позволяли. Это первая площадка 3D-съемки. Давайте сейчас включим вторую площадку. Это тоже маленькая площадка у нас. Следующие две будут более крупные. Так, тоже начинаем постепенно включать фильтра. Вот видим тоже какая-то аномальная зона. Вот с 5-го метра по 15-й метр есть. Она очень сильно выбивается от общего фона. И включим еще один фильтр. Вот. Как мы видим, тоже присутствует какая-то подземная аномалия. Можно отключить сейчас. Вот она, прорисованная. То же, что это. Очень интересно бы узнать. Возможно, какой-то туннель или сооружение подземное. Давайте сейчас я включу непосредственно другие площадки. Более интересные. Это у нас уже площадка 50 метров на 68. Это более читабельная. Вот мы уже видим, что выделяются конкретные аномалии. Вот они все более обозначены синим цветом. Включу еще один фильтр. Вот эта часть, ребята, которая находится вот ниже. Вот этот квадратик. Это реально подземные хода, в которые мы спускались. Вот то, что находится в левом верхнем углу, в правом верхнем, в правом нижнем и в левом нижнем. Это еще не исследовано. То есть туда добраться нам не получилось. У нас не вышло. То есть фронт работы здесь очень большой. Нужно делать расчистку, потому что хода эти все засыпанные. В общем, работы еще предстоит сделать очень много. Вот еще какие-то аномалии желтеньким выделяются. Ну, это непосредственно выделяется сами подземные хода. Конечно, перегородок здесь не видно, потому что у нас шаг был 30 сантиметров. Если мы сделали шаг 10 или, по крайней мере, 20 сантиметров, съемочка бы получилась более информативной. Но для этого нужно было потратить очень много времени. Так, и сейчас еще могу несколько фильтров включить. Вот тоже самый фильтр. Сейчас я сдвину его с нулевой точки буду пускать ниже. Вот видим, как начинается прорисовка объектов. Перенасыщенность уже идет. Вот, раз. Это у нас боковой фильтр. Он тоже, в принципе, много дает информации. Сейчас я его включу вместе с вот этой. Или с этим. также у нас еще и скатер-плод. То есть, тоже такой интересный фильтр. Иногда помогает вытянуть аномалии и сделать их более читабельными. Так, и еще у нас есть очень интересный фильтр. Сейчас я вот это отключу. Тоже отключу. Контурирование. Вот видим, как тоже с верхнего, сверху, точнее, с нулевой точки начинаем опускать его. тоже начинает нам делать контурирование объектов. Что самое интересное, ребят, хочу еще вам показать то, что сейчас я включу вот этот фильтр. Вот смотрите, что интересно, вот эта левая часть идет или с левой стороны. Здесь с левой стороны стоит церковь. Вот это непосредственно проход вот идет. Что мы здесь видим? Вот в самом низу аномалии все находятся там до 6 до около 6 метров заканчивается. А вот это аномалия вот с 20 по 22 метр 24 даже заходит вниз. То есть это то ли проход, то ли второй ярус идет под церковь. То есть как я понимаю, наверное, здесь с левой стороны стоит церковь и с нее идет заход с самого низа до верхнего яруса в туннеле. То есть вот эта аномалия, вот эта аномальная зона, вот эта часть полностью еще, ребята, не исследована. То есть мы где-то только третью часть увидели. И, кстати, вы тоже сейчас посмотрите это все на видео, как мы спускались в эти подземные хода. То есть процентов еще 60-70 не исследованных вот этих подземных ходов. Даже, наверное, больше, даже 80%. Давайте сейчас мы еще откроем последний участок наш. Это у нас идет третий, да. вот это тоже очень интересный участок, потому что сюда тоже мы не добрались совсем. Съемка сделанная. Мы тоже видим, что в правом, с правой стороны вот присутствует аномалия. Синие вот такие тут пятна. Сейчас я начну постепенно включать фильтра. Вот он начинает прорисовывать нам. вот здесь мы тоже видим еще один фильтр, что контуры подземных объектов присутствуют. Вот тоже какие-то объекты интересные вылезли у нас. Это участок конечно еще предстоит археологам исследовать. Вот как мы видим с правой стороны он еще продолжается. Но к сожалению у нас возможности там съемки не получилось делать потому что там очень большие кустарники это все нужно было спилить чтобы туда пробраться но начало уже для работы есть. И вот еще кучу тоже контурирование вот сейчас вот отключу с с точку начинаем опускаться ниже вот именно глубине где-то 4 метров примерно вот вырисуется интересный объект кстати что это такое вот он тоже очень интересно узнать потому что вот это как бы скорее всего что это вот эта вся площадь у нас идет непосредственно какие-то подземные сооружения а здесь у нас выделяется вот такая более насыщенная аномалия тоже археологам предстоит это узнать работы предстоит еще сделать очень много вот так вот выглядит 3d площадная съемка кому интересно обязательно следите за видео которое будет выкладываться на канал а сейчас ребята мы спустимся непосредственно в само подземелье в те комнаты в которые нам получилось пробраться обязательно подписываемся на канал ставим лайки не переключаемся и смотрим сейчас будем опускаться непосредственно в сам ход да еще не все андрюха пошел можете помочь я сейчас мы тоже такие места не люблю ну ради 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 этого самая а вы 2 по лестнице да давайте так я пошел следующий пошел да иду в трех дом серьезно сооружение смотри так как давай 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 заходи андрюха фонарик я знать еще один фонарь пожалуйста брось сюда давай 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 да я на месте живой все нормально фонарь живой вот друзья такие тут своды да серьезное тут сооружение да ну я смотрю тут конструкции же эти железные есть да 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 нет это арка была туда шкодная тоже и арочный налево уже видно вот это мы продолбили тут цена важная была так толчина смотри какая большая толстая отчет и смотри туда мы чуть попозже да пошли направо мы прорыли где-то метров шесть и уперлись в угол вот у вас здания помещение следующего только с тыльной стороны кирпичной клавки это более поздняя клавка это уже направление церкви это уже направление церкви таких комнат 3 или поддерживала или 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 отсоединяла значит отсоединяла другую комнату смотрите какие крючочки еще и все еще те крючочки старые крючочки когда мы вот это вот прорыли продолбили там потому что долбить с тыльной стороны можно где-то упереться и можно долбить вот какие-то старые элементы наверно да смотри с узорами лежат еще да на кровати теперь вот следующая комната тут тоже интересно вот эта вот комната она проходная получается ага следующий да это то есть вот заклад видишь заложен проход то есть мы туда залезли прошлись по кругу она круговая и дальняя стена опять же заложена точно так же точно так же ага это вентиляция то что горели продолбили да вот сбор туда такой проход легкая заложена там же опять ага с ними вижу да вот туда вонутра там вторая кладка видишь в глубине да есть убери фонарь видно ты да вижу вижу кладку есть пошла туда кладочка тут видно что двери были потому что вот все это самое да есть завесы завесы есть это более поздно кладка и кирпич у нас будет ага на стену это литовский или 16-18 16-18 а туда лезть что будем или что да да что там слабо держится ничего да да это вы обрушили это вы обрушили я сейчас залезю в эту дырочку дырочку залезу сейчас ага ах тяжело конечно ничего прорвемся очень мощный свод очень мощный очень мощный очень мощный свод да 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 я вижу и туда видать тоже и тут тоже засыпано вот это вот тоже самое что там видишь проход да вот эта комната она совмещена с той то есть это были скорее всего что кирпич да потому что они маленькие я понял отдельные входы и там перемычки тоже вот этот самый стоит завес двери были и вот это второе это уже аж новый глуховод да вот это световое окно да 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 завоз вот это то куда мы прощелились люди опять то есть мы вывалились свод лег разрушенный свод дальше вот стенки мы уже видели справа-слева разжищали чистовые стенки с той стороны не дельная стрёма ну и поскольку свод ложится естественно комната комната вот это направление я буду туда туда пошло на этот самый дорог да ну как GPS не пройдет такой толщиной нет не пройдет единственное что мы можем вот там воздуховод да нет да это для того чтобы просунуть это лучше по месту ну что тогда вылазим оттуда да нет вот там видят да вот что вылазим да вот это туннель конечно старость и радость уже 30 лет опа я вылез опа обвалилось немного нет нет то оно висело оно висело да 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 и все мы ждали на кого оно все не дождались да так так там просто этот кусок раствора ну этот ход тоже заложен я смотрю вот там вот конкретно да в ту сторону до церкви пошли дальше там надо щемить все это расстояние вперёд вперёд на треть то куда мы вращивались то есть чтоб ты понимал строение развязаны ага между ними там прослойка прослойка да да её закидали бутом потом ага заходи туда давай ты первый я второй полезу пошёл я пошёл что-то толстый не пролезет опа есть тоже какая-то большая комната здоровья ага тут столько на метров 7 на 11 7 на 11 то есть дальше тоже свод частично обрушен на стены идут чистовые да чистовые ага ага я понял его просто засыпали и так церкви пошло всё да 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 хорошо просто когда разбираешь вот такие прокопы делаешь ага опасно немного дело в том нет дело не в том если ты находишь целые кирпичи связки кирпичей значит свод лёг лёг если чистая земля грунт идёт значит свод чистый всегда можно уже вверх идти до свода да тут да тут лёг а я вижу что лежит тут может частично быть обрушение кирпича маловато а вот та сторона как-то сверху положить чтобы не потерять что к инструменту надо относиться бережно бережно и туда и туда и туда туда в общем не добились да я понял понял кирпич кирпич выбивать понимаешь не особо такое может крепить надо далеко не уйдёшь свод мы проверили свод тут полностью лёгший вот теперь вот это вот 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 обрушен соответственно и туда и туда короче ну в принципе смотри Лёха ладно пошли вернуться да там разберемся Раз куверкнулся, газку подтянул и сед. Да, ну а тут пробили вы это самое, это вы, наверное, просто в месяц тут входа не было, и он где-то заходил. Он заходит справа-слева, а куда непонятно. Куда непонятно. То есть это потом восстановим, главное было ввалиться. Да, 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 вот это, вот это маленькое. Мы в этот угол лучше варлить, понял? Ага, я понял. Теперь сейчас будем лезть в эту маленькую дырочку. Андрюх, что ты буксуешь? Не получается? Андрей, возьми камеру, Андрей. Держи. Давай, давай. Можешь отходить. Ага. Да? Да. Субтитры сделал DimaTorzok